Добрый день! Наступила весна, наступила пора солнечных дней и, естественно, грязевых луж. Мы постоянно в наших стиральных машинах стираем джинсы, куртки. При этом нагрузка на стиральные машины, естественно, увеличивается. Так как увеличилась нагрузка на стиральные машины, естественно, они не всегда выдерживают эту нагрузку. Поэтому некоторые элементы приходят в негодность. Не обязательно сразу вызывать механика, можно некоторые неполадки устранить дома самостоятельно. Сейчас расскажем, как это сделать. Одна из самых частых неисправностей стиральной машины – это выход из строя нагревательного элемента. Неисправность определить достаточно несложно. Для этого достаточно на большом цикле при нагреве более 60 градусов прислонить руку к стеклу. Если стекло остается по-прежнему холодным, то, соответственно, скорее всего, ваш нагревательный элемент вышел из строя. При этом для упрощения выбора данного элемента в нашем магазине, вам достаточно его просто снять и принести с собой. Делается это абсолютно просто. То есть вы всего лишь буквально снимаете две клеммы и немного ослабляете гайку и тянете на себя. У нас в наличии есть достаточно большой выбор нагревателей. Большинство из них универсальные, подходят под разные модели. Можно, к примеру, рассмотреть вот этот ТЭН. Он подходит на большинство моделей. Он самый универсальный. Стоит всего 593 рубля. Также одна из частых неисправностей в стиральных машинах – это выход из строя сливной помпы. Понять это также просто в домашних условиях и устранить. То есть если вы видите, что ваша машина во время стирки перестала сливать воду, то, скорее всего, вышла из строя сливная помпа. Для покупки ее в нашем магазине вам достаточно просто ее снять, либо вооружиться моделью стиральной машины. Помпы также являются универсальными в большинстве своих случаев. Одна из часто встречающихся помп – это вот. Стоит она всего 687 рублей. Подходит на великое множество стиральных машин. То есть выбор у нас достаточно велик. С собой достаточно просто принести помпу, либо модель. В стиральных машинах также происходят другие неисправности. Это и выход из строя подшипников, и рвутся манжеты, и выход из строя амортизаторы. Вы их также можете приобрести в нашем магазине. Выбор у нас огромный. Для этого достаточно вооружиться либо своими запчастями, либо моделью вашей стиральной машины. Наступила весна, на улице становится теплее. Хочется больше времени проводить на улице и наслаждаться любимой музыкой. Но не хочется, чтобы мешали провода. В этом вам помогут беспроводные наушники. У нас их великое множество. Тем более, они очень удобны в использовании. Они могут складываться в удобную форму для ношения, чтобы носить с собой во время прогулки. Также в нем есть еще FM-радио, MP3-плеер, и можно воспользоваться картой SD. У нас огромное множество наушников. Но вот эта вот самая популярная модель, например, стоит всего 999 рублей. Зачастую, находясь на природе с друзьями, хочется послушать качественную музыку. Но громкости смартфона не хватает. Поэтому у нас есть вот такие вот беспроводные колоночки, которые издают качественную музыку. С ними можно находиться на природе, также заниматься спортом и проводить время веселой компанией, слушая громкую музыку. Чаще всего берут вот эту вот колоночку, она стоит всего лишь 890 рублей и очень удобна в использовании. Находясь долгое время на улице, смартфон, колонка и беспроводные наушники, конечно же, разряжаются. И поблизости розетки нет. Для этого вам поможет портативно-зарядное устройство. У нас огромный выбор этих устройств. Вот одна из них самая популярная, это на 10 000 мА стоимостью всего лишь 999 рублей. Его хватит, чтобы зарядить и колонки, и наушники, и смартфон. Еще даже останется. Итак, мы вам рассказали, как можно произвести замену нагревательного элемента, насоса, а также ремня в стиральной машине. Вы эти все процедуры можете произвести самостоятельно в домашних условиях. Также вы узнали, как можно свои прогулки в весеннее время сделать более длительными, увлекательными, при этом сохранить работоспособность вашего смартфона. В следующей программе мы обязательно выберем тему, которая будет вам также интересна, и расскажем о ней также увлекательно. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Мы умные и много чего знаем, но в разумительность не чтим, добро и зло прекрасно понимаем, а жить с любовью не хотим. У автора этих стихов Владимира Гинтера множество талантов. Успешный предприниматель, общественный деятель, коллекционер минералов, создатель ландшафтных дизайнов. Чтобы взглянуть по-новому на поэтическое творчество, он закончил курсы «Основы литературного мастерства», руководит которыми профессор Челябинского государственного института культуры, кандидат к культурологии, секретарь Союза писателей России Нина Александровна Ягодинцева. Это уникальный проект для тех людей, кто хочет свою жизнь, свою деятельность связать со словом. Это не только поэты и прозаики, начинающие или члены Союза писателей, к нам приходят и те, и другие. Это и сценаристы, это и продюсеры, как ни странно, да, вот было несколько проектов, литературные агенты, то есть очень широкий такой спектр заинтересованных. Некоторые авторы просто приходят, некоторые люди просто приходят для саморазвития. И, конечно, вот это самопознание через слово, изучение законов языка и законов жизни через язык, это, конечно, очень продуктивно. Чтоб нам в природе сохраниться, истоки мира следует хранить, и у творца природности учиться, стараясь в мыслях мусор не копить. Истоки, наверное, идут из бизнеса, да, потому что мы попали в дикий бизнес без всяких знаний и так далее, и так далее. Через семь лет я понял, что когда конкурентная среда усиливается, на одной интуиции не выйдешь, надо учиться. И у меня вот смесь практики с теорией, стали в голове появляться мысли, их надо как-то выражать, поэтому я начал писать книги, ну, книги, скажем, проще. Мастер знает, что он мастер, дилетант он знает, что он дилетант. Мы были тогда с журналистом Чегинцевым, и я говорю, Вить, вот, может быть, он говорит, я узнаю, тем более, я помню, он взял телефон у Нины Александровны, и все, мы попали на эти курсы. Буквально через месяц я понял, что Нине Александровне мои книги показывать нельзя было. Дар не бросайте в слом и не утаптывайте в хлам, его на службу ставьте, даря талант благим делам. Владимир Юрьевич, конечно, курсант уникальный, и уникален он в первую очередь тем, что это вот такая слитность деятельности и словесного осмысления. То есть это очень важно, чтобы слово было слито с деятельностью, чтобы оно отражало дело и помогало делу. И я не могу привести каких-то других вот настолько ярких примеров. Во-вторых, Владимир Юрьевич пришел к нам уже с маленькой библиотечкой изданных книг, и это, с одной стороны, очень здорово, потому что автор знакомый читателям, автор, который востребован, а с другой стороны, это ведь курсы, где учатся, да, то есть задача непростая, курсы, учеба всегда требует какой-то перестройки. И у меня, когда разбирали работы моих сокурсников, у меня была мысль, только не меня, только не меня. Слава Богу, по-моему, мои работы почти не разбирались. Я думаю, я все понял, я все понял, читаю книги, слушаю внимательно. Ну, вот, я не знаю, я как раз тот ученик, который учится на ошибки других. Ну, в общем, вроде бы, я по афоризмам, это вообще, я даже не думал, что это, я как бы для себя всегда пишу мысли, потом их обрабатываю, потому что у меня привычка к размышлению, я мог одну мысль прокручивать, там, у меня не зря некоторые афоризмы, они в разных плоскостях показаны. И однажды я понимаю, что у меня с поэзией там, ну, я понял теперь, в чем суть, как все это улавливать благодаря Нине Александровне, потому что так доступно еще никто, и так четко никто не преподносил. Это оригинальный, абсолютно индивидуальный образ поэтического мышления. Он тем и интересен, что заставляет взглянуть на мир немножко с другой стороны. Он как бы меняет точку зрения, да, меняет угол зрения, да, и тем самым меняет и точку зрения тоже. Вот, ну, это не так часто встречается. Тем более вот сейчас, когда, ну, так обозревая большие поэтические достаточно пространства, я могу сказать, что вот больше все-таки приветствуется и принимается, а это не очень хорошо. То, что уже знакомо, то, что уже привычно. И вот такие люди, как Владимир Ротович, они выводят слово из привычного вот этого русла и заставляют на все посмотреть по-другому. Пожалуй, главный источник вдохновения поэта Владимира Гинтера – это природа, с которой у автора особые отношения. Много тем для размышления подкидывает и повседневная жизнь. Встречи с сотрудниками, избирателями, учениками школ, литераторами. Время, проведенное с близкими и друзьями. А лиственницы, да, они интересны тем, что они очень такие живучие, из них можно делать, да, пробовать наши уральские пальмы. Вот, кстати, наглядно, две лиственницы, что из них можно. Там дальше совсем другие тоже узоры. Как говорится, что вон у нас шар из лиственницы, вот дальше, видите, маленький. Хотя они, в общем-то, в один день посажены. Вот это, это и та лиственница. Здесь крокодила сделали из уральского змеевика. Тоже композиция интересная, что на спине молодила, это напоминает чешую хвост. Диплом выпускника литературных курсов – один из многих реализованных проектов только за минувший год. Особого внимания заслуживает конкурс ландшафтного дизайна в Потанинской школе. К соревнованиям классов присоединились учителя и родители. Их совместные творения теперь украшают школьный двор. Но это уже совсем другая история, которую мы обязательно расскажем. Тема сохранения или вторжения в личное пространство в той или иной степени волнует современного человека. Подобные проблемы обостряются с наступлением теплого сезона, когда мы перестаем сидеть по домам и выбираемся на свежий воздух, где вынуждены взаимодействовать с другими людьми, слушать их громкий смех чаще всего вместе с громкой музыкой. Здесь даже не только о громкой музыке, а о том, как, например, курят в подъезде. Неправильно припарковался человек. Ну, таких случаев очень много. О чем это говорится? Понятно, что это такие мелочи, из которых соткана жизнь. И здесь, по идее, есть один закон. Закон нравственности и морали, который мы должны соблюдать. Рассмотрим эту ситуацию с двух точек зрения. С точки зрения раздраженного, который не разделяет музыкальных вкусов соседа и считает его действия вторжением в личное пространство. И с точки зрения раздражаемого, который, быть может, не хотел поставить себя выше других. Просто ему весело, и он не думает, что кому-то мешает. Так поэтому в этой ситуации что нужно делать? Во-первых, если есть конфликт, нужно об этом обязательно говорить. И нужно идти куда-то, что-то, чего-то делать, изучать. Не надо подавлять себе это. Потому что жизнь предназначена для чего? Для того, чтобы мы научились выстраивать гармоничные отношения друг с другом. Здесь не надо дожидаться точки кипения. Нужно говорить сразу, но максимально вежливо, чтобы другого не задевать. Уважительно. И есть, знаете, такой прием в психологии, к примеру. Нужно сначала дать момент поглаживания. То есть, к примеру, сказать, ну ты же хороший, адекватный сосед, классный, такие классные помидоры выращиваешь. Вообще, такой хороший сосед. Ну, к примеру это говорю, да. А потом сказать, ну вот я тебя просто прошу, меня музыка реально раздражает и мешает. Я постоянно вот про тебя плохо думаю. А я не хочу про тебя плохо думать, я же знаю, что ты классный. Вот. То есть, говорить человеку, то есть, человеку, чтобы человек отреагировал и смог это сделать, ему надо дать силу. Понятно, что здесь конфликт двухсторонний. Это двухсторонний. И понятно, что кого-то раздражает, это внутренняя тоже работа. То есть, из какого состояния мы говорим. То есть, здесь тренировка на смирение, на уважение, на принятие и так далее. Поэтому лучше о соседе думать хорошо. И поверить, то есть, доверие, что он сможет вас понять. Помните, что вы не один, что вокруг вас есть люди. Когда вам хочется громко засмеяться, включить громко музыку или кинуть в подъезде пакет или не выбросить его мусорку, понимаете, думайте об этом. Что существует еще такой закон, причина следственной связи. Поэтому, если вы этот закон не понимаете, вас само пространство потом научит. Поэтому просто понимите, что мы все несовершенны, ничего страшного. Может быть, даже перед соседом раскаяться, по-другому сказать, ну ты извини меня, я там не сдержалась, я неправильно сделала. Ну, сам понимаешь, я там закипела. То есть, момент раскаяния, ну в таком хорошем понимании, да, по-другому сказать, что, ну ты же прости меня, да, там. Когда мы такие вещи говорим, то сразу же другому человеку даем энергию понимания. Часто ко мне люди обращаются и говорят, в чем заключается личностный рост и духовная практика. В чем заключается? Она складывается из каждодневной тренировки своих качеств. Каждый день маленькие добрые дела, каждый день следовать какой-то определенной практике, улыбнуться. Или, к примеру, вам хочется такого сделать, себя взять, приложить усилия и донести мусор до мусорки. Такая тренировка, предложить маленькие усилия, качество своего характера, для того, чтобы вам было гармонично и другим людям было гармонично. Понятно, что все книги, психологи, передачи, это одно, знания у людей есть. Но самое-то главное, чтобы это было в практике, чтобы мы это практиковали. И если вдруг не получилось что-то, чтобы мы имели силу друг другу сказать, извини, прости, и сказать теплое слово. По идее, цель-то жизни – это гармония, баланс, понимаете? А в чем он заключается? Он же не заключается в каких-то думах, это в практике. Я уважаю соседа из квартиры номер 1, 2, 3, 4, 5, да, они меня уважают. Нам каждый день дается 100% энергии. И у нас есть выбор, на что мы тратим. Мы тратим эту энергию на негатив, раздражение, на мелкие гадости и обиды. Или эту же энергию мы можем потратить в конструктивное русло, да, к примеру, на усилие, на улыбку. Потому что улыбаться и быть радостным – это тяжелее, нежели гневаться, психовать и нервничать. Поэтому за нами выбор. Клещи. Все о них знают или, по крайней мере, догадываются, какую угрозу они несут. В весенне-летний период значительно повышаются риски пострадать от укуса опасного насекомого. Но, как говорят в народе, предупрежден – значит вооружен. Чем больше мы будем знать о мерах предосторожности и о порядке действий при столкновении с опасным кровопицей, тем больше шансов сохранить здоровье и даже жизнь. Если все-таки человек укусил клещ, то самое лучшее – удалить его в травмпункте, чтобы удалил специалист-профессионал. Но если нет такой возможности, допустим, вы находитесь где-то за городом, ну или просто нет возможности обратиться в медицинское учреждение, клеща на себе носить не надо, надо его максимально быстро, когда вы обнаружили, извлечь. Потому что клещ в себе несет, может нести как вирус клещевого энцефалита, так и баррелии. И чем дольше он сидит на человеке, тем больше вот этих частиц инфицирующих попадает в кровь человека. Поэтому клеща надо максимально быстро удалить. Если вы обнаружили на себе уже впившегося клеща, отрезаем вверх шприца максимально ровно. Прикладываем шприц к месту, где присосалось насекомое. Тянем поршень вверх. Под давлением клещ легко вылезет целиком, вместе с веществами, которые впрыснули. Обязательно отвезите насекомое в лабораторию на анализ. Достать клеща можно также при помощи ручки-лассо, пинцета, обычной нитки. Если головка клеща осталась под кожей, вытащите ее при помощи иголки. Для окончательного спокойствия через 10 дней после укуса сдайте анализ крови на баррелиоз и энцефалит. Еще через 2-3 недели сдайте анализы на антитела к вирусам для подтверждения диагноза и оценки иммунитета вашего организма. Клеща необходимо исследовать в первые трое суток после укуса. Желательно доставить в лабораторию и исследовать на наличие в этом клеще либо вируса клещевого энцефалита, либо различных видов баррелей. Так как у нас клещ переносчиком является не только клещевого энцефалита и баррелиоза, который больше, наверное, известен как лаймбаррелиоз, но также он является переносчиком анаплазмоза, эрлихиоза и клещевой возвратной лихорадки. Клеща необходимо исследовать для того, чтобы понять, какая профилактика нужна. Если клещ окажется поражен, допустим, вирусом клещевого энцефалита и человек непривитой, то необходимо поставить в первые четверо суток человеческий противоклещевой иммуноглобулин, для того, чтобы не развелось в дальнейшем вот такое тяжелое заболевание, как клещевой энцефалит. Если клещ поражен баррелями любого вида, тогда необходимо применять антибиотики. Ну это доксициклин, юнидокс. Ну в общем, с этим результатом надо будет обязательно обратиться к врачу-инфекционисту. И они уже там в зависимости от возраста назначат правильную вот эту вот профилактическую терапию. Баррелиоз заболевания, оно, наверное, не такое опасное, как клещевой энцефалит, но оно тоже достаточно коварное, потому что оно маскируется, оно протекает не с такой вот ярко выраженной клиникой. Очень хорошо, когда возникает ритема, на месте укуса клеща возникает большое такое покраснение. И это ритема, это кольцо может достигать 5 сантиметров в диаметре, 10 сантиметров, 20, чуть ли там до 40 сантиметров. Вот это вот большая вот такая вот ритема. Это как бы главный признак клещевого брелиоза. Но достаточно часто это заболевание протекает без ритемы. Вот человек просто чувствует недомогание, першение в горле, кашель, насморк. И иной раз даже не связывает, что это заболевание именно связано с укусом клеща. Поэтому, если вас, милый Бог, укусил клещ, то в течение месяца надо очень пристально следить за своим здоровьем. И при первых же каких-то симптомах, при недомогании, надо обращаться к врачу и обязательно сказать, что у вас был вот укус клеща. Урал, наряду с Дальним Востоком, Сибирью и некоторыми областями центра России, входит в число самых опасных регионов. Так, в прошлом году за медицинской помощью обратились более 400 тысяч укушенных по всей России. Из них 2 тысячи оказались больны энцефалитом. На сегодняшний день официально обратились по Челябинской области более полутора тысяч человек именно с укусом клеща. Из них более 500 человек, вот из этих полутора тысяч, это были дети. В прошлом году за аналогичный период обратилось более двух тысяч человек. То есть в прошлом году весна была более теплая, поэтому клещи были более активны. Все-таки они предпочитают теплую погоду, но не жаркую. И поэтому укусы были чаще. Но несмотря на это, в прошлом году за этот период было у нас 8 человек госпитализировано с подозрением на клещевую инфекцию. В текущем году у нас 9 человек госпитализированы, но также с подозрением. То есть пока окончательного диагноза нет. За прошлый год из всех исследованных клещей, получается, что 4% из всех клещей поражены вирусом клещевого энцефалита. То есть около 4%. А баррелиями поражены 17% от всех клещей. Многие люди увлечены облагораживанием своего сада или дачного участка. Но ландшафтный дизайн для начинающих осваивают лишь единицы. А остальные путем проб и ошибок стараются создать неповторимые пейзажи на своих территориях. Однако тем, кто выбрал это увлечение своей профессией, ошибаться нельзя. Именно для этого и созданы школы ландшафтного дизайна. Занимаясь просто теоретическими какими-то основами ландшафтного дизайна, где-то в учебном классе или на курсах, этого недостаточно. Потому что ландшафтный дизайн – это прежде всего практическая работа. А практическая работа, она должна быть на участке. На частных участках это сложно попасть и провести какие-то эксперименты. То есть вряд ли какой-то хозяин согласится увидеть такой экспериментальной площадкой. Поэтому вот со временем такую площадку решено было заложить здесь. Студенты приходят сюда после третьего курса. Для них это производственная практика. Они начинают по срокам с начала мая до середины октября. Практически весь сезон захватывают все самое важное, ценное и нужное. То есть практически весь вибрационный период. И в общем-то успевают посмотреть, как начинает рост растений, как они пробуждаются после зимней спячки и как они уходят в зиму. Обязательной составляющей любого студента является подготовка дипломного проекта. Здесь с этой задачей сложностей не возникает. Студенты на годовом обучении, которые обучаются в школе, их дипломная работа является создание сада, миниатюрного сада. То есть в зимний период мы его проектируем, прорабатываем, составляем смету, проговариваем все детали, нюансы, технологии производства тех или иных видов работ. А в летний период задача сделать сад, реализовать его. То есть это, так скажем, такая тренировочная площадка, база, где может человек все теоретические свои знания показать уже по существу. Такие моменты, которые описаны в учебнике, их надо все-таки попробовать сделать своими руками, чтобы уже знать, как это происходит, сколько времени тратится на это. Тем более годовой, профессиональный курс, не двухмесячный или трехмесячный, поверхностный только для своего сада. Научиться решать сложные задачи по уходу, по проектированию. Здесь действительно я нахожу этот объект. Особенностью данного проекта является то, что он рассчитан не только на студентов. Каждый желающий, кто хочет облагородить свой садовый участок, может прийти сюда и получить все нужные базовые знания. Сад рассчитан, безусловно, не только на специалистов, не только на студентов, не только для будущих профессионалов, но и для широкого круга любителей, тех, кто тянется к культуре, ландшафтного дизайна, как к искусству и действительно хочет облагородить свой участок, свою территорию, сделать красивый сад. Для этого мы проводим специальные курсы, обязательно с практической составляющей, и проводим регулярно мастер-классы. Создавать необыкновенный и красивый дизайн под силу не только профессионалам, но и каждому, кто увлечен этим делом. Ведь окончательный продукт данной деятельности – это личное мироощущение и восприятие прекрасного в самой природе. В данном деле знания необходимы для того, чтобы грамотно выращивать растения, соблюдать правила их соседства и видеть, как проект будет выглядеть через несколько лет. Ведь для ландшафтного дизайна важен не мгновенный результат, а длительный процесс развития и кульминации. По проекту роз предполагается здесь более 100 видов, 7 групп. На данный момент здесь высажено чуть больше 60 роз, тоже нескольких групп. Крайний ряд – это плетистые розы. Сейчас у них временные опоры. Основные опоры изготавливаются. Я надеюсь, что в конце сезона они уже будут установлены. Рядышком вы видите почвопокровные розы. Здесь представлены розы чайно-гибридные, спрей, флорибунда, английские розы. То есть все те виды роз, которые продаются в садовом центре, которые существуют на рынке Челябинска. И те розы, которые необходимо изучать, их особенности, особенности обрезки, особенности ухода. И как раз-таки эта площадка, этот сад, он создан именно для практических вот таких целей работы с розами. Это центральный вход в Белый сад. Он огорожен живой изгородью из караганы древовидной. Идея Белого сада заключена в том, что растения, которые будут высажены здесь, которые уже растут и высажены были до того, как они будут в белых оттенках. То есть это белый, зеленый цвет, безусловно, цвет растений, цвет зелени. И, конечно, будут вкрапления других цветов, но в очень незначительном количестве. То есть преобладающий цвет существующих здесь растений будет белый. Центральной основой и таким композиционным фокусом этого сада является водоем. Водоем с кувшинками, водоем в двух уровнях. Выполнить красивый дизайн у себя на участке под силу каждому желающему. Получить необходимые знания для этого возможно, пройдя курс обучения. А для студентов эта школа является настоящим открытием. Ведь где еще они могут применить теорию на практике методом проб и ошибок? Продолжение следует... ПОЩ三郎 ... ПОЩ三郎 ... Продолжение следует...